Значит, мы решили отремонтировать низ рукава. Здесь видите изношенность, край рукава такой непрезентабельный. Значит, нам надо все это отрезать. Не сильно много, примерно 0,5. Проводим линию. Отрезаем обычно. Так, низ рукава клиентка захотела, чтобы я внутреннюю часть рукава обработала натуральной кожей. Ну, так оно будет дольше носиться. Значит, я предпочитаю, значит, это у нас, разумеется, тут пришьется. А вот здесь будет у нас пришиваться подкладочка. И чтобы подкладочка легче пришивалась, мы, значит, этот край обметаем косой беечкой. И потом к этой косой беечке очень легко пришьется сюда подкладочка. Вот сейчас этим и займемся. Значит, эта часть у нас будет пришиваться к низу рукава. А эту часть мы решили обработать косой бейкой. чтобы потом нам легко к этой косой бейке пришить подкладочку на шубе. Значит, лицевая сторона у нас кожа, подкладочка, лицо к лицу складываем. Здесь у нас проложен флизелинчик, и поэтому газетку можно не прокладывать. А вообще, значит, на простой швейной машинке, чтобы лапка не присобирала кожу или мех, значит, ну, я вот лично сама придумала такое, прокладывать газеточку. И можно вот таким образом строчить. Потому что мы шьем дома, машинка у нас одна. И поэтому портники как бы приспосабливаются. Прошили. Лишнее отрезаем. Газетка легко удаляется. Точно так же мы будем подшивать низ шубы. У кого есть скорняшка, конечно, легко обтачку пришить на скорняшке. А у нас скорняшки нет. Мы будем на простой подольской машинке пришивать косую беечку, используя газетку. Газетка удаляется довольно-таки легко. Так, с лицевой стороны у нас вот так вот. Аккуратненько. И вот сюда у нас будет пришиваться подкладочка. Так, значит, наша кожаная часть, которая для внутреннего рукава. Значит, это у нас боковой шовчик на рукаве. Это шовчик на кожаной детальке. Вкладываем вовнутрь. Это как бы не принципиально, но желательно, чтобы эти шовчики совпадали. Так считается правильно, по технологии. И начинаем шить. Значит, шов, вот честно сказать, я не знаю, как он называется, этот шов. Но он имитирует скорняжный шов. Вот, может быть, он так и называется, имитация скорняжного шва. Короче, в одно отверстие мы два раза заходим иголочкой. И получается у нас хороший, крепкий шовчик. Если там в шубке мы шили обыкновенный шов через край, и там мы шили светлой ниточкой, здесь желательно, нежелательно, а даже обязательно шить черной ниткой, потому что кожа у нас черная. И если шить светлой ниткой, ну, мало ли что, где-то оголиться, эта ниточка будет выглядывать светлая. Это будет некрасиво. Значит, шьем черной ниточкой. Ворсу вот так вот вправляем. как и на предыдущем видео. И, значит, в один прокол два раза заходим иголочкой. И получается вот такой вот шовчик. Значит, так мы прошили полностью. Получилась вот такая вот крепенькая очень строчечка. Выворачиваем и смотрим, что же у нас там. Прекрасно. Нигде ниточка не оголяется, ворсичка закрывает. Очень даже хорошо. Значит, что мы делаем теперь. Низ рукава, так же, как и низ шубы, надо обязательно пришивать вот здесь подкладочка в данном случае с тоненьким синдепончиком. Это делается для того, чтобы низ не казался очень тонким. Когда низ более пушистый, оно как бы правильно и красиво. Подкладочку просто вот так закрепляем. Примерно через два сантиметра. Вот такими вот аккуратными стежочками. Так, пришили мы наш синдепончик с подкладочкой, для того, чтобы низ рукава смотрелся более солидно. Ну, чтобы край рукава не был тонким. Теперь, значит, эту кожу мы выворачиваем. Здесь вот небольшой такой сделаем напуск на изнаночную сторону, чтобы мех заходил. Конечно, можно, чтобы он заходил и больше, но если позволяет длина рукава. В данном случае длина рукава у нас не позволяет. И поэтому мы можем себе только вот так чуть-чуть позволить. Так, сначала мы закрепим довольно-таки крупными стежками вот эту часть. Вот таким образом. По чуть-чуть берем, вот так вот буквально, по пару миллиметров. И вот так закрепляем в круговую. Так, закрепили, значит, мы эту часть к рукаву. Теперь вот так отворачиваем. И можно еще раз закрепить. Вот таким образом. Как бы на ощупь. Берем пару миллиметров и закрепляем. Так, крепежную ленточку мы пришили. Вот таким вот образом в круговую. Ну и низ у нас стал такой богатенький, толстый. Не такой, как был бедный и изношенный. И, конечно, Продолжение следует...